Всем привет! С вами канал Космостар. Сейчас Сергею Никоненко 81 год, он является народным артистом РФ, востребованным актером и кинорежиссером. Сейчас он женат в третий раз и воспитал с супругой, известной актрисой, единственного сына. Как же складывалась судьба Сергея Никоненко, расскажем в нашем ролике. Он родился за два месяца до начала войны и чудом спасся, ведь во время эвакуации его мать шла в колонне через лес, пытаясь уйти в безопасное место. Все вокруг говорили ей бросить младенца, чтобы было больше шансов выжить самой, но она верила, что они оба останутся живы. Так и получилось. Только благодаря чуду мать с младенцем на руках смогли выжить. Первая любовь Сергея, девушка по имени Ирина, ходила в театральный кружок, куда решил записаться и наш герой. Тогда Сергей и понял, что хочет стать актером и серьезно готовился к поступлению во ВГИК. И не зря, далее были около 200 ролей в кино и 17 фильмов, где Никоненко выступил в качестве режиссера. Это ли не настоящий успех и слава? Никоненко долго добивался своей первой любви, ведь девушка не хотела его даже замечать. Все изменилось, когда он исполнил роль Гамлета. Именно эта роль и помогла ему завоевать холодное сердце Ирины Мельниковой. Но спустя два года, казалось бы, счастливого брака Сергей узнал, что Ирина втайне от него сделала аборт. Любовь сразу прошла, ведь молодой муж не мог простить такого предательства от любимого человека. Он ушел и после развода порвал все ее фотографии. Вторая попытка обрести счастье и построить семью тоже закончилась провалом. Модельер Евгения Соловьева изменила супругу и даже ушла жить к любовнику, но через полгода вернулась с чемоданами в руках, однако молодой актер блудную супругу обратно не принял. Женщина таким поступком была очень удивлена, ведь не могла себе даже представить, что мягкий Сергей сможет ей отказать. Женя была уверена, что супруг обязательно простит ее, настолько он всегда был податливым, обходительным и добродушным. В 32 года мужчине наконец-то повезло, он встретил ту самую, с которой вот уже на протяжении 50 лет живет душа в душу. Сергей получал второе высшее образование, когда познакомился с молоденькой актрисой Екатериной Ворониной. Он ухаживал за девушкой целый год, а впервые поцеловав, уже на следующий день отправился с ней в ЗАГС. С тех пор супруги никогда не расставались. У Сергея Никоненко и Екатерины Ворониной родился единственный сын, которого они назвали Никонором. Сейчас он уже взрослый и успел трижды сделать своих родителей бабушкой и дедушкой.